Восемьдесят афортов Все эти работы созданы в период с 1810 по 1820 годы, но впервые их отпечатали только после смерти художника. Слишком смелыми они представлялись властям того времени. Серия «Бедствия войны» это, наверное, одна из наиболее сложных серий его гравюр, его афортов. Она посвящена событиям Испании начала 19 века, связанных с борьбой испанского народа за независимость против императора Франции Наполеона. Кстати говоря, в этом исторические судьбы испанского народа и русского, российского народа, они пересекаются. В отличие от прошлых выставок, на этой организаторы включили в экспозицию большой экран. В фильме рассказывается как о судьбе художника, так и о технике создания фортов. Интерактив выставки не ограничивается наличием экрана. Создатели подготовили для посетителей интеллектуальный квест. Чтобы пройти его, необходимо ответить на ряд вопросов. А для этого нужно и ознакомиться с выставкой, и внимательно посмотреть фильм. Приз победителю бесплатное посещение основной экспозиции научно-культурного центра. А узнать здесь действительно можно немало. Вся серия по замыслу художника состоит из трех частей, и каждая из них отдельная история. Это вот бедствие войны, затем голод, который после того, как было подавлено восстание, однако начинается партизанская война, вот это вот противостояние. Около года длился голод в Мадриде, там до 20 тысяч жертв. Но самое интересное, это последняя серия, она небольшая. В отличие от этих вполне реалистических работ первых двух начальных серий, последняя – это аллегории такие. И она называется «Бедствие мира». Гениальность Гои заключается в том, что эти афорты нарушили традиции. Раньше художники изображали войну, делая акцент на героизме, романтике и военной славе. Серия афортов «Бедствие войны» страшная. Вот неподготовленному человеку, конечно, смотреть ее достаточно тяжело. То есть Гоя показывает предельный реализм уровня начала 19 века. Он показывает, что война – страшная вещь. Там нет никакой героики. Там раскрываются самые худшие стороны человеческой натуры. Выставка будет работать в течение трех месяцев. Максим Козлов, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видное ТВ.